...пытать свободы. Он не даст, не даст ему, будь, сказать неправду. Где я был, где я был, где я был 9-10 грудня, коли мы стали между Беркутом и представниками опозиции, и за тот день никто не постраждал. И когда 10-го часа, я не хочу показывать шрам. Не стримать, а можно ответить? Секунду. Я не хочу показывать шрам, який я отримал, когда меня вместе с лидерами опозиции завалили милиционеры, а я стал между ними. Я скажу, почему мы тогда вышли. Потому что когда произошел инцидент с студентами, Захарченко сказал, что ему нужна помощь Верховной Рады. Мы сказали, что мы должны рассчитаться, что было в ночь с 29 на 30 листопада. Но если будет еще один случай, если вы выяснили, что Майдан – это мирная акция, то не трущите там людей. А если вы будете там проводить какие-то маневрования, то мы, депутаты, у которых вы просите помощь, должны быть там и стоять между вами и опозиция. И у меня тут на ноге есть шрам, который я отримал, стоячи между вами и милицией. Так было такое. И это правда. Ну скажите. Так я же хочу... Слушай, ну вот... Александр Мирнович, вы абсолютно правы. Я вам хочу нагадать просто секундочку перед историей, как там было. Вы действительно помните, когда мы как раз стояли разом с Кошулинским, до речи, с віце-спикером парламенту, разом с Кайдовою, разом с Юрком Сиротиком, Батьківщина стояла. Головко, вы с той стороны, от милиции, которая разступилась, подошли и действительно мы начали с вами разумевать, что... Это было короче. Нет, это было долго, я отвечаю. Ваши слова были такие, что хлопцы, выйдите, потому что сейчас лучше выйдите, потому что папе нужно проезд сделать, потому что завтра приезжает, по-моему, Эштон, и нужно показать, что он... Так, господа, простите, ради Бога, мы сейчас... А это важливо. А это важливо. Это важно. Далее, вылетает слева Луганский Берд. Как вы? Вылетает слева Луганский Берд. Такий, в принципе, не... Хорошо, Нестер, говорите на базу. Что вы положите, а не родственники? Я не помню. И починаю, и починаю, и починаю, и починаю всех, и починаю всех. Так, сядьте, пожалуйста. Сядьте, пожалуйста.